всем привет дорогие друзья сегодня мы поговорим о скандинавском стиле в интерьере и о хуге философии счастья начнем скандинавский стиль это собирательное название северных стилей и лаконичных интерьеров основное направление скандинавского стиля а это простота легкость и естественность которые выгодно контрастируют с бешеным ритмом города как сделать из своей квартиры уютное гнездышко где вы могли бы отдохнуть от суеты большого города скандинавский стиль появился в норвегии и дании швеции и финляндии так как эти страны имеют общие архитектурные традиции и имеют схожий климат там холодно много гор и озер период влияния скандинавской культуры на европейские страны ведет свой отчет с начала двадцатого столетия именно в скандинавии в этот период родилась философия дизайна сыгравшая существенную роль в становлении современной эстетики мебели и жилища это произошло не случайно суровые длинные зима короткое и прохладное лето недостаток солнца и ярких красок в природе породили интерес к уютному жилищу и красивой мебели этот интерес почти перерос в культ а теплый безопасный уютный домик стоящие среди снегов под звездным небом стал символом благополучия и успеха немаловажную роль в скандинавском стиле играет организация пространства много внимания уделяется системам хранения которые помогают навести порядок в квартире мебель располагается по условному кругу диваны и кресла помогают смотреть друг на друга и общаться непременно должно быть много света и воздуха пространство не дробится преобладает открытые планировки и студии обилием лесов обусловлена популярность в скандинавии древесины именно этот деревянный образ ассоциируется с понятием скандинавский интерьер отличительная черта скандинавского стиля заключается именно в деревянной мебели так как в самой скандинавии очень много лесов сама мебель очень многофункционально выполнена в светлых тонах имеет какую-то очень минималистичную конструкцию чаще всего диваны обиваются леном замшей или кожей сами скандинавы не очень любят тяжеловесную мебель которая от потолка до пола и чаще всего выбирают какую-то минималистичную мебель стеллажи которые стоят на небольших ножках применение древесины в интерьере не заканчиваются только на мебели деревянными может быть пол потолок и даже стены сейчас конечно в скандинавском стиле приветствуется не только дерево но также хромированный металл плетеные детали декоратив ткани и стекло особое внимание в дизайне интерьера уделяются свету чаще всего выбор падает на естественные источники света поэтому предпочитают большие панорамные окна из которых виден прекрасный вид на природу в любое время года естественного света в скандинавии немного поэтому зимой для интерьера типично обилие ламп и светильников это могут быть торши ребра всевозможные потолочные светильники настольные лампы с оригинальными абажурами рассредоточенные по разным углам и помогающие изонировать пространство свечи и лампы на подоконниках в цветовой палитре помещения чаще всего доминируют светлые теплые приятные оттенки это может быть молочно-белый это может быть песочно-желтый янтарный и мягкий зеленый лиловый или например какие-то яркие оттенки синего него которые ассоциируются с морем скандинавский интерьер это про все оттенки белого который напоминает о приятном солнечном свете или о глубоких зимних сугробах любой интерьер где преобладает белый цвет немного кажется скандинавским чтобы хоть как-то разбавить белый цвет необходимо сделать какие-то яркие и броские акценты это может быть красный ковер или же синяя картина но то что они как-то разбавить интерьер и оставить яркие следы просторах комнаты совсем немного мебели она простая лаконичная функциональная достаточно вместительная там нету какого-то сложного дизайна и она чаще всего выполнена в одном каком-то светлом приятном теплом цвете а еще одна отличительная черта северных интерьеров заключается в том то что в помещении очень много зелени чаще всего это какая-то трава в горшках или какое-то растение которое нам подвешено носить на стену чем больше растений тем лучше тем легче пережить холодную зиму кандинавских странах где совсем мало солнечных дней где многие магазины закрываются в 6 часов вечера и не так уж много развлечений главной ценностью становится домашний уют скандинавы называют это хюги хюги это понятие возникшие в скандинавских странах означающие атмосферу уюта комфортное общение с близкими людьми в уютном доме и вещами который наполняет твое сердце радостью благополучием и умиротворенностью хюги ассоциируется с уютом и комфортом это особое чувство которое можно испытать только дома ну тут написано что только дома значит только дома а больше никак нельзя вот только дома ты можешь испытать хюги больше нигде как именно прочувствовать хюги майк викинг пишет что это ощущение заключается не столько в вещах а сколько в атмосфере в ощущении близких людей в ощущении защищенности умиротворенности и возможности просто расслабиться это когда ты получаешь удовольствие от мелочей и находишься в моменте в дании очень популярна песня бенни андерсона это участник знаменитой группы абба песня называется счастливый день сванте там как раз говорится о том что нужно наслаждаться простыми вещами ты посмотри что за утро солнце красное и кругло не на по душам поет я сыром ем бутерблот бутыл бутыл блот не сыром ем бутерброд жизнь капель бриллиантами блестит а вот и чайник свистит когда хотите еще признаков хюги например для меня это когда ты ночью ложишься спать и слышишь как за окном стучат капельки дождя или как кошка мурчит под боком а вкус хюги это когда мама заваривает тебе имбирный чай зимой с медом и готовит куриный пирог а запах хюги это наверное мамины духи и какой-то необъяснимый запах который переносит тебе в детство если вы тоже хотите ощутить хюги просто встретите со своими друзьями в уютное кафе посидите поболтаете за чашечкой чая расскажите о своих делах или съедите к родителям погуляйте по той местности где вы провели свое детство купите какой-нибудь оверсайзный свитер или большой шарф и укутайтесь в него сделайте небрежный пучок и отправляйтесь на прогулку откажитесь от диеты купите какой-нибудь вкусный пирожок с вишней какао зефиром и долой этот невкусный салат капустный хюги она в удовольствие ну вот и все дорогие друзья закончился этот выпуск сегодня мы поговорили о скандинавском стиле в интерьере и что такое хюги поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик и следите за обновлениями всех люблю целую обнимаю до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok а